Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим говорить сейчас об откровении Анны Богослова и конкретно посмотрим на то, что говорится в тексте, попавшем в 16 главу. Этот текст является непосредственным продолжением предыдущего разговора, 15 главы, где вот говорится об ангелах, принесших на землю семь чаш гнева Божьего, на которых оканчивается ярость Божья. С одной стороны, прием, которым пользуется Иоанн, описать семь последовательно идущих друг за другом этапов, откровения, снятия покровов, излияние воли Божьей в этот мир. Этот прием уже не раз был использован им ранее, но теперь для него важна некоторая отдельность этой точки зрения, и он говорит именно о том, чем оканчивается ярость Божья. И те ангелы, свидетелем действия которых становятся в данный момент евангелист, изливают семь чаш гнева Божьего на землю. И один за другим происходят какие-то трагические разрушения этого мира, всей ткани мира, в котором мы живем. Это гнойные язвы на людях, это море, сделавшееся кровью, и все одушевленное в нем умерло, это реки, сделавшиеся кровью, и ангел, который говорит, «Праведен ты, Господи, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков». Дальше четвертый ангел, которому дано жечь людей огнем, пятый, выливая чашу свою на престол зверей, и царство его сделалось мрачным. Шестой ангел, от чаши которого высыхает вода в реке Ефратии, появляются бесовские духи. Неожиданно для значительной части человечества. И седьмой ангел, изливший чашу на воздух, так что, вот, произошли молнии, громы и голоса, и землетрясения. Что здесь, может быть, мы можем увидеть? Во-первых, во всех этих перечисленных событиях есть некоторая общая черта. Здесь, в каком-то смысле, разрушения касаются и людей, и природы вообще. «Проклятая земля за тебя», говорится в книге Бытия. «Вся тварь стянает и мучается, ожидая откровения славы сынов Божьих», говорит апостол Павел. И еще мы можем в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета найти свидетельство этого взгляда на мир, в котором нравственный облик людей в конечном итоге определяет все судьбы мира. И сегодня, когда мы живем в экологически, чрезвычайно поврежденном мире, поврежденном, конечно, невозможно не увидеть этой связи, но для евангелиста Иоанна и его времени это было совсем не так очевидно, поэтому, может быть, знаете, тогда откровение о связи между разрушением и гибелью природы и нравственным обликом человека действительно было откровением, которое само собою не было очевидным для читателя. И вот евангелист говорит о том, что на самом деле язвы, которыми оканчивается ярость Божья, они не только человека затрагивают, они затрагивают все творение, которое человек поставил возделывать и хранить. И если мы его возделываем и храним, то оно цветет и хранится, а если нет, то оно вместе с нами разрушается, и вода делается кровью, и исходят из Ефрата лжепророки, и цари земные собираются на брань вон и день Бога Вседержителя. Вот это одно. Второе, то, что здесь евангелист Иоанн упоминает очень известное для него, для его соплеменников, историческое событие – битву при Мегидда, битву, которая произошла при царе Иосии. Дело было в 600, если память мне не изменяет, в 9-м году до Рождества Христова. Да, и в этот момент фараон Нехао из Египта, или Нехо, как в разных переводах его имя переводят, шел на север, в Ассирию, ну и, в общем, хотел пройти через землю царя Иосии и предложил ему пропустить его войска и не вмешнутся в происходящее. Царь Иосия – очень благочестивый царь, замечательный совершенно. Это тот, при котором начали восстанавливать полуразвалившийся от времени Иерусалимский храм, тот, при котором была найдена рукопись второзакония, первой самой древней книги Ветхого Завета, тот, при котором второзаконие было провозглашено законом жизни его царства. Вот этот царь не согласился пропустить войска фараонов, встал перед ним стеной премии Гидда, и здесь произошла трагическая битва, в которой погиб царь, и его войска были разгромлены. Битва премии Гидда, с одной стороны, всегда была для... ну, с тех времен, всегда была символом большого героизма и в то же время большой неразумности и вот такого обреченного противостояния, потому что царь Иосия, конечно, никак не мог собрать войско, которое могло бы противостоять армии фараона. И вот всё-таки эта безнадёжная битва снова и снова всплывает в памяти, всплывает в сознании и появляется здесь в видении евангелиста, потому что, да, конечно, битва безнадёжная. Надежда в этой безнадёжной битве будет только на Бога, не воинством и не силой, но духом Бога живого. Как говорит сам Господь пророку Захарии Первому. Вот этот день, приходящий как тать, день неожиданный, когда день жатвы, о котором говорилось в 14 главе, этот день безнадёжной битвы премии Гидда, Армагеддоне. Дело не в том, что там весь мир в этот момент будет каким-то образом разрушаться, но это часть последствий, да, того, что Бог не будет терпеть до конца, Бог не будет терпеть до конца. И, выходя вместе с Агнцем, мы тоже становимся участниками Армагеддона, и надежда наша в этой безнадёжной конструкции только на кровь Агнца и больше ни на что. И надежда с Анг 걸стая. КОНОННО seriously it all close the switch, И надежда цик đây, Б ơi фэнк конструкция, как также на нем 오래 расписаться. Пока мест не Bondesch смотрят до конца. Продолжение следует...